Всем привет. Сегодня будет у нас уха. Маша чистит картофель. Уха будет из семги. Недавно ездили в Тюмень, в ленту заезжали. Вот купили набор для ухи. Получается очень вкусная уха. Мы постоянно такую берем. Но почему-то их там мало было. Мы 2-3 штуки за раз берем, в морозилку убираем, потом когда надо достаем и варим. Стоит вот этот набор 250 рублей. Мне показалось, что подорожало, а Маша говорит, что вообще подешевело. Она ничего не требует, она уже наелась. Часто интересуется в комментариях, как можно заработать деньги через интернет. Я вам хочу рассказать об одном форуме. На этом форуме можно узнать любую информацию. На этом форуме есть огромное количество подробных инструкций на различные темы. Бизнес и заработок, программирование, все о фото и видео, спорт и здоровье, электронные книги, строительство и ремонт, сад и огород, хобби и рукоделие. Еще очень много другой полезной информации. Ознакомиться с темами вы можете бесплатно. Материалов очень много. К примеру, зайдем в бизнес и заработок. Здесь очень много различной информации, как можно заработать, не выходя из дома, то есть онлайн. Ознакомиться с темами вы можете бесплатно. Ну а чтобы получить эти знания, нужен доступ в вип-унлог. Его можно приобрести. После его приобретения вы получаете полный доступ ко всем материалам этого форума. Материалов очень много и каждый найдет что-то полезное для себя. Ссылка на форум в описании нашего ролика. К сожалению, вот этот лайв-канал мы временно замораживаем. В связи вот со всей обстановкой с ним случилась беда и значит придется нам сделать новый лайв-канал. Ну наверное мы расскажем это на основном канале, да? Долго думали какое название, так еще до сих пор еще не решили. А можно быть вот рассказать про название. Про название это вообще. Значит сейчас я где-то у меня были записаны, сейчас секунду. Название мы придумывали разные, еще пока ну его канал не завели, не создали. И вот думаем все-таки еще до сих пор думаем про название. Значит какие варианты у нас были? Деревенская семья. Мне кажется есть такой канал, да? Значит потом Деревенские будни. Ну это вот название для лайв-канала. Потом значит мы придумывали такое название. Конечно многим это название понравится, оно очень оригинально. Ну и что-то я сейчас вот думаю вообще стоит ли такое название. Короче слушайте. Такое название. Деревенская баба и ее ленивый мужик. Это конечно я считаю что такое название оно прикольное вообще, да? Смешное. Смешное название, да? Не знаю как бы. В принципе я немножко ленивый, вот так вот. Но лень это двигатель прогресса, как бы если бы люди не были ленивыми, ленивыми они бы не изобрели колесо, там лифт, не изобрели бы там, ну много чего бы. Много изобретений от лени же вообще идет. Но не в этом. Суть как бы, название прикольное, напишите. Ну опять же, как корабль назовешь, так он и поплывет. Сейчас мы больше склоняемся к такому названию. Из города в деревню реальная жизнь. Вот такое название. Мы бы назвали бы его так вот. Деревенская баба и ее ленивый мужик. Просто я вот что подумал, что например зрители, если вдруг что-то случится, они начнут по названию вот этому искать. Из города в деревню. А его не будет. А его не будет. А там будет деревенская баба и ее ленивый мужик. Ну как бы... Вообще название прикольное, но много людей наверное не смогут найти нас опять потом. Вот я вот о чем думаю. Значит вот, пишите в комментариях, что вы думаете. Вот два вот варианта. Либо из города в деревню реальная жизнь, либо деревенская баба и ее ленивый мужик. Мы долго надьем какота. Мы долго. Вы знаете, придумали его так как-то это... Спонтанно. 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 Что-то же мы... А, что мы зацепились за слово деревенский, да? Да. И Маша говорит деревенская баба. Вот просто как бы баба это слово, оно во-первых, ну такое обидное вообще считается для девушки, для женщины. Баба это считается, ну как-то... Ну, это название как бы сатирическое больше. Оно полностью как бы не отождествляет нас с этим, что Маша, например, не совсем уж такая деревенская баба. Там я уж не такой сильно такой ленивый, вот, мужик. Так что вот, мы вообще в раздумии. Вот выйдет ролик, пишите комментарии, что вы думаете, и потом мы примем решение. Хейтеры, конечно, скажут, давайте деревенская баба. Может быть, просто назвать его так, а ролики потом из города в деревню как-то называть, там, ты-ры-ты-ты, там, как-то так вот. Вот, посмотрим. Многие говорили, вот, зачем вам два канала? Вот видите, вот, помогло. Один канал еле-еле там как-то что-то шевелится. Вот этот лайв-канал полностью загнулся. Видно, Ютуб как-то выборочно. Потому что знаем блогеров, у которых вообще отключили вот полностью монетизацию. И мы сейчас создаем вот другой лайв-канал, который вообще будет полностью защищен от этих вот всех напастей. И вот сейчас вот просто думаем, как его назвать. Пишите свои комментарии. Какой вариант? Просто я вот говорю, что лишь бы люди потом нашли с таким названием нас. Конечно, мы будем рекламировать это и на основном канале. Что мы переехали, там, новый лайв-канал у нас появился. Но все равно многие, вот, если, например, про умку мы уже десять раз сказали, а люди до сих пор спрашивают там. Или там, знаешь, такие комментарии есть. Говорит, а вы что, в другом доме, что ли, каком-то же? А где ваш дом такой большой? Это уж сколько время прошло, да? Полугода. Ну, много, достаточно. Время прошло. Времени прошло, чтобы, как бы, уже должны понимать. А тут вот такие вот люди, ну, появляются, что видно, редко очень смотрят нас. И потом удивляются. Ну, это совсем уж редко как-то кто-то. Вот, кстати, не один человек написал, а много человек. Несколько, то ли трое, что ли, написали. Периодически вот такие комментарии там возникают. Вот эти люди, вот, которые пишут про собаку, там, уже, когда мы сняли видео, сто раз уже ответили все. С какой-то даже претензией пишут свои комментарии. Почему? Говорит, вы почему не отвечаете на мой комментарий? Нафиг, вы такие плохие. А мы уже устали на это отвечать, на все такие комментарии. Да, все комментарии тебе еще не ответили. Нет, но мы уже десять раз. Вы тоже имеете совесть, уважение к нам, что посмотрите ролики, да? Не пропускайте их тогда. Ну, у нас на канале сто двадцать тысяч человек. И вот представьте, вот каждый будет что-то требовать от нас. У нас просто времени не хватит на это все. А когда мы что будем делать? Так времени не хватает на все. Ролики же никуда, они не испаряются. Они там есть. Есть какой-то вопрос, посмотрели. Там и в комментариях пишут уже. Люди за нас уже отвечают, другим людям. Вы посмотрите ролики. Уже давно сказано было, что что-то куда. Все. Мы варим уху по-простому. По-своему. Значит, вот эта рыба, она варится очень быстро. Она быстрее, чем картошку. Вот эту рыбу можно есть сырой. Вот. И значит, поэтому мы варим картофель. Потом отпускаем. Луковицу. Луковицу, да. Рыбу. Рыбу. Перец. Черный горошек. Перец. И вавровый лист. И лавровый лист. Все. Больше ничего там. И соль. Ну, это понятно. Просто там, говорит, пшено, там еще что-то там, что-то. Морковку. Морковку мы не добавляем, потому что это уже вот именно какой-то рыбный суп. Ну, вот мы вот варим так уху. Нам нравится. А что-то еще добавлять там. Ну, кто по вкусу, да, мы же тоже не против. Просто... Все по-своему. Просто видите, опять же, к этим комментариям. Вы неправильно варите уху, там, например, там. Или еще что-то. Вы варите как хотите, да. Вот мы варим вот так. И нам нравится. Постоянно так варим. И простую рыбу также варим. Из простой рыбы. Да. Погода вообще теплая. Вон, снега. Загадочек снега нет уже. Сегодня вот здесь будет такое короткое видео. Сейчас Маша сварит уху. Будем кушать. Все. В магазин еще сидеть надо. А, да. В магазин сейчас поедем. Хлеба купить дома. Ну. Не надо мне купить баночек под помидоры. Вот под эти. Мощи. Эти. Под рассаду, что ли? Под рассаду. Всем пока. До новых встреч. Угу. Да. Надеюсь, что встретимся. Потому что это, ну что-то опять началось, что YouTube там блокировать что-то там собирается. Не понятно. Но уже запарили, если честно. Панику наводить. Панику, не панику. Просто хочу сказать, чтобы мы не потерялись, обязательно всем подписаться на вот этот лайв канал. Потому что, возможно, он будет единственный рабочий канал вообще потом. Где мы будем видеть. Да. Если вдруг заблокируют, что-то начнется, какие-то проблемы. На нем мы вот останемся и будем в любых обстоятельствах там выкладывать туда ролики. И вы будете всегда видеть. Потому что мы вообще очень привыкли к YouTube. Вот даже я Яндекс Дзен. Я вообще на него как-то это. Непривычно на него. Да, непривычно там в YouTube как-то вообще, я не знаю, уже как дом родной. Ну, если не снял уже это, что-то надо это. Да, и других смотришь там. Это как большая семья вообще. Жаль, конечно, будет, если это все Россию там заблокируют. Сейчас как то, что еще минут три поварятся. Вернее, не Россия, а Россия сама заблокирует себя. И спустим рыбу и все. Постоянное. Ладно, будем держаться. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова